Основной и первый документ, который у нас определяет сферу нашей деятельности, какой правило виду спорта? Это не основной. Основной это федеральный закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Ну, так скажем, большой и толстый, 97 страниц у него. Вот. Издан он был 24-го, 11-го, аж 96-го года, но по-прежнему он действует. Ну, то, что я сейчас прочитаю, запомните, ну, собственно говоря, разбирать его и вчитываться, вникать, если просто знать, что это один из основных законов, на основе которых действуем мы, как туристы, именно как туристы. Вот. А настоящий федеральный закон определяет принципы государственной политики, направленные на установление правовых основ единого туристского рынка в Российской Федерации и регулирует отношения, возникающие при реализации права граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц безгражданства, на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий. Ну, понятно, да? А также определяет порядок рационального использования туристских ресурсов Российской Федерации. То есть на основании этого закона мы и действуем. Когда вы будете готовить свои маршруты, то есть вы понимаете, что у нас есть разные закрытые административные образования, погранзоны, заповедники, заказники, то есть вы должны действовать основной этого закона там, то есть вы не имеете права. Также туризм, Федерация спортивного туризма занимается и коммерческими турами. То есть у нас, как вы должны знать, у нас есть спортивные маршруты, спортивные походы, туры и путешествия. То есть, в принципе, после того, как вы закончите, заканчиваете каждую школу, вы можете получить удоверение гиппроводника, и заниматься потом на основе этого профессиональной деятельностью. Это тоже говорится в этом законе. Понятно, да? Второй закон. Я потом выложу на сайте все ссылочки. Кому не интересно, делаем такую маленькую сумму. Какой она второй закон? Основной мытем. О, правильно. Соответственно, тоже федеральный закон. Правильно он читается как федеральный закон о физической культуре и спорте Российской Федерации. Это два основополагающих законов, основывания которых индийского. Есть еще всякие нормативные акты, но все это идет вот отсюда. О чем же говорить вот этот закон? Ну, то есть, понятно, что он не будет. Все вопросы, связанные со спортом. То есть, настоящий федеральный закон устанавливает правовые, организационные, экономические, социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта Российской Федерации и определяет основные принципы законодательства о физической культуре и спорте. В общем, это верхние законы и они вам понадобятся как при организации путешествий, туров, спортивных походов, так и знания своих прав и обязанностей как спортсмена. Понятно, да? Ну, то есть, это понятно, что это всероссийский уровень. Дальше, третий документ, который будет вам уже необходим. Так же, но это уже нам ближе, то есть, ближе к телу. Это единая всероссийская спортивная классификация. Это документ приказ Минспорта. Просто она называется ЕВСК. Понятно, да? А чем говорит данный документ? Знаете? Что-нибудь уже разряд доформлял? Нет? Искользкие требования. Настоящее положение определяет содержание требований и норм единая ЕВСК, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных званий и разрядов. Добственно говоря, вот в этом все сказано. Но документ достаточно большой. Достаточно большой. Там очень много есть нюансов, которые вы занимаясь на данном этапе дистанциями, маршрутами, вы даже не знаете. Он определяет все. Мы когда вывешиваем протоколы, видели там, да, у нас висят, вы сами их видели, мы уже эти данные знаем. То есть, какое количество команд, какой кворум необходим, на какого уровня соревнований. То есть, ну, к примеру, то есть, ЕВСК определяет, что на всероссийских соревнованиях должно быть не меньше десяти команд. Но всех остальных не меньше восьми. Вот тогда кворум состоялся. Это же все прописывается. Также прописывается все, это единое правило для всех видов спорта. Единое правило для всех видов спорта. Понятно, да? на основании невысока действуют все спортивные федерации России. Ясно? Вопросов нет? Теперь, что касается следующий документ. это требования. А вот требования это уже писались в нашей федерации. Требования и условия выполнения спортивных разряда и званий. Это уже касается только нас. Требования так вот напишу выполнение требования нормы и условия выполнения спортивных разряда и званий. Требования выполнения разряда. Вот. Этот документ уже касается только нас только спортивного туризма. есть такая книжечка сборных нормативных документов по виду спорта и спортивный туризм. И сюда как раз включен данный документ. Но утверждается он также министром. Понятно, да? Это документ важный и его нужно знать. Значит, ну, если вы хотите конечно заниматься спортом. Вот. соответственно у нас сейчас знаете, да? Прописано вплоть до мастера спорта по двум группам дисциплин. То есть вы в курсе, что у нас две группы дисциплин. потом мы еще более поздно становимся. А сейчас пойдем дальше. Еще один важный всероссийский документ это спортсмены положение положение о суде. То есть вторая сторона нашего спорта сути это тоже документ минспорта значит требования у нас знаете как рассчитывают делаются требования в такой периодичности не знаете не знаете это как раз раз в четыре года связано с чем? С выборами признаться. С олимпийскими играми. Да вот абсолютно правильно с олимпийскими играми. Сейчас у нас действуют требования вот эти на 13 17 год то есть они приняты и действуют вятна да? какая связь проводится не то что они в год делаются просто периодичность 24 года приятный конкретный мы не олимпийский цикл он здесь не учитывается но раз в четыре года так так положение о суде настоящее положение устанавливает порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей и содержание квалификационных требований к кандидату на присвоение данных категорий а также права и обязанности здесь уже в этом законе четко в этом документе четко говорится о том что вы должны делать что вы не должны делать но это опять же закон минспорт и шестой у нас уже наш вытекающий из этого это требование требования которые только для спортивного туризма понятно да значит данный документ у нас принят в 2011 году и действует до сих пор а как звучит требование вида спорта спортивного туризма требования нормы вы про эти самые да квалификационные требования к спортивным судебным нет нет шестого требования ничего общего сейчас подожди я вот вот это да нет положение о судьях а требования требования я прочитал присвоение кризисонных категории спортивных судей по виду ну по нашему виду спорт все это говорится про спорт спортивный тур да 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 требник требования нормы условия это был четвертый это разряды то же самое условия присвоения коррекционных категорий судейских ясно да ну вот так это больше не нужно давайте мы федеральными законами подошли к нашему основному документу который вы должны знать как община это правило вида спорта спортивный вот давайте мы на них немножечко подробненько остановимся значит документ есть он есть продаж библиотеки можете распечатать я его выложу проблем нет о чем говорит наше правило ну во-первых часть первая это общее положение в общих положениях рассказывается что это за вид какой это вид о том что у нас есть два направления вида какие у нас направления виды еще раз дистанция и маршрут вот это говорится в общее положение дальше часть вторая группа дисциплин маршрут и здесь в данные рекомендируются все вопросы которые связаны с маршрутами о чем здесь говорится как всегда у нас есть обязательно общее положение опять же рассказывается что такое маршрут как мы туда ходим дальше у нас виды соревнований все-таки это правило вида спорта значит это виды соревнований понятно ни где непонятно у нас есть несколько групп дисциплин маршрут пешеходный горный ну и так далее вот виды соревнований это все прописано дальше следующий пункт положение о соревнованиях и заявки здесь хочется отметить что пока конечно мы немножко даем вам халявы не сильно спрашиваем но даже идя на любой спортивный маршрут на основании которого потом собираетесь подавать на разряд после тренований вы должны подать заявку так же как вот на дистанциях на дистанциях мы уже требуем на маршрутах пока мы считаем что у нас что заявка считается маршрутная книжка но в принципе если внимательно не будьте заявки на участие соревнований указываются и вот такой вот включая медицинский допуск страховку и тому подобное и подавать ее нужно сразу практически задать то есть вы в начале года ее обязаны подать заявка сразу скажу что она не говорит о том что вы подали заявку основная цель заявки то что вы заявляетесь чтобы коллеги судей понимало какое количество что чего и как будет участвовать в соревновании то есть потом можно изменить там там не прописывается никто идет пропиток руководит заявка в общем здесь кстати у нас в этом же документе раз уж не так это самое забежали типовая нет не типовая вот типовая форма предварительной заявки здесь судейскую коллегию соревнований то есть сейчас вы просто заявляетесь вот хочу вживую и все на самом деле вы должны заранее уже заявиться в судейскую коллегию то есть вот видели там на форуме кубок чемпионат в соответствии с категорией вы должны заявиться в соответствующую судейскую коллегию не я там должен бегать вас собирать а вы должны мне это все присылать понятно да дальше что это какой вид туризма пешеходный велосипедный там дальше какую категорию сложности вы планируете и где ну и дальше какие уже сами приблизительно это все может меня ну и соответственно руководители кто ну и обязательно конечно в данном случае организация которая в принципе у нас как в России в отличие всего другого мы не можем заниматься сами спортом если мы участвуем лично значит так и пишем но это все равно накладывать те же самые требования как организация то есть на вашей заявке должна стоять печать федерации спортивного туризма мы еще являемся членом этой федерации поэтому либо мы либо мы ставим либо они ставят если вы там члены там пешеходных представляет понятно то есть заявка должна быть обязательно и вот второй пункт он как раз и регламентирует после общей положения вида соревнований и заявки ваши здесь же также говорится как вы можете перезавиться отказаться то есть все все что связано с вашей работой до того как вы начинаете участвовать в соревнованиях теперь вот эта маршрутная книжка дальше идет допуск соревнований и вот этот параграф рассказывает о том как мы это уже наш как мы вас должны допускать прочитайте полезно интересно это вам дать достаточно большую информацию как победить дальше идут участники соревнований что такое участники соревнований понятно да это ваши права и обязанности соответственно требования очень важный пункт техническое обеспечение группы на маршруте здесь есть вот многие вы когда маршрутки кто-нибудь кто-нибудь кто вас уже был руководитель помните там есть такая графа специальное снаряжение групповое снаряжение что вы туда пишете просто в области дыду все что не хотите вот если вы изучите вот этот документ вот здесь написано что к чему отнесется понятно вот прям начнем с того что сейчас выберу смешнее после того что здесь губинтирован шлем фонарь для велосипедистов понятно начинай там очки солнцезащитные очки велосипедные а травматические понятно что так ездить на самом деле на велосипеде вот таких очках не рекомендуется при падении можно получить травму понятно да поэтому не прописано и солнцезащитные очки они тоже вот эти красивые купленные где-нибудь в хургаде они тоже конечно особо не ругаются но это не рекомендуется здесь прописано то что вы должны делать понятно здесь прописано и личное снаряжение и общественные и специальные и об этом говорит наш техническое обеспечение группы на маршруте дальше следующий пункт тоже важный который вытекает из федеральных законов взаимодействие с государственными органами и исполнительной власти спасательными службами и страховыми компаниями здесь прописано ваши действия и наши действия то есть при допуске что мы должны с вас требовать и что вы нам должны предоставить самый важный для вас пункт который вам нужно обязательно прочитать ответственность за безопасность потому что и руководители и участники несут ответственность это очень важно вот не далее как в прошлую среду здесь был разбор несчастного случая который произошел в школе в основном дисквалифицировать как спортсмены вас могут хранить помогут припеть руководить походами дальше следующие это судейской коллегии здесь наверно вам это еще рановато но это в общем регламентируется действие судей на соревнованиях и также следующий пункт судей на соревнований тоже кто может быть судьями и судейства как судится так вот как судится у нас маршруты регулируют комментируют у нас есть методика судейства это отдельный документ достаточно обширный там расписано практически все вот прочитать его тоже рекомендую потому что при планировании маршрута вы можете избежать тех ошибок за которые потом вам будут снижать баллы при судействии у нас на соревнованиях вы знаете что у нас судейство идет по отчетам то что вы можете что-то утаить и не включить и не волнуйтесь это все равно будет понятно из других либо из других источников либо просто из вашего текста описания вот но изучи вот этот документ методику судейства он только к маршруту на значит судейство он относится только к маршрутам это отдельный документ и он относится только к маршрутам вот ну и дальше очень важно определение результатов и подведение итогов этого собственно говоря и последние протесты этот пункт ну скажу вам так протестованный маршрут вам не повезло у вас это практически не за что подавать ну если протесты на дистанциях проще подавать потому что идет точное судейство то на маршрут вы не можете подать протест на другую команду это все говорит понимаете да ну то есть когда подать это регламентируется когда кому и как вы это дело подаете и и говорится о том как вы должны это делать ну формально это бесполезно на мой взгляд хотя потому что на оценке судей протесты вы подавать не можете на другие группы вы подавать протесты не можете вы можете подавать только на действие судей которые помешали вам или действие других групп которые помешали вам так как мы все в разных местах сами понимаете помешать вам ну за редким исключением конечно могут но очень редко понятно да вот это что касается группы дисциплин маршрут следующим пунктом идет группа дисциплин ну давайте с маршрутами закончен еще у нас есть чудный девятый да это регламент категорирования велосипедных маршрутов регламент утверждается президиумом он у нас утвержден на этот год у нас есть да кстати те же самые документы вот только по утвержденным регламентам то есть у нас сейчас вот у автомата регламент не утвержден они там вот подают заявки но формально они должны быть готовы чтобы при подаче представления нам на мастерские звания они могут пролететь потому что регламент не утвержден все эти документы должны быть утверждены кем утверждаются федеральные законы это понятно да невысока то есть единость российской полиции требования и положение о судьях это у нас минспорт это утверждается минспортом пишется нами я туда так так регламент да у нас регламент маршрута мы останавливаться не будем время терять не будем у вас будет отдельная лекция где вы не слыште еще раз а просто лекция так вы еще будете заявляться здесь мы в данной лекции это собственно говоря лекция ознакомительной сильно подробными задерживаться не будет итак часть 3 наших правил группы дисциплин дистанцию здесь все расписано скажу как вот изначально цели задачи и положение соревнований такие команды такими какие у нас могут быть соревнования лично командные когда здесь уже все расписываться здесь же расписывается уже место соревнований дистанции соревнований про электронную систему отметки я не терять времени заявки на участие то есть тоже прописано все от и до значит все регламенты все регламенты они не могут идти в противоречии с этими правилами то есть вы может если вы хорошо знаете правила вы можете четко подать протест вот на дистанциях можно просто сесть и заниматься только не против возле смеетесь вот на международных соревнованиях мы подали протест проводила его украина эти соревнования мы подали протест и как результат группа оказалась в призерах не смешно то есть полчаса но мы тогда мы занялись документы и потом когда был второй день соревнований местные товарищи бегали к нам советоваться на основании их правил их не правил уже знали лучше чем тем лучше ты знаешь правила тем лучше ты знаешь свои права понятно да если а нарушать их будут всегда такие люди то есть я никогда не про правил вообще такие мы всегда хотим где-то что-то такое сделать чтобы либо меньше работать либо там свою команду продвинуть ну знаете в футболе и в олимпийском комитете то есть это все это не только там в группе дисциплины дистанция это все что связано бабло все будет а на самом деле деньгами это очень сильно свернул я сейчас ездил на совещание казань человек занимался когда-то давно спортивным туризмом вот вдруг он стал там таким большим начальником приволжском федеральном округе я даже не буду называть ту сумму которую ежегодно выделяет на спортивный туризм что вам плохо не стало ну то есть там практически все туристы которые судьи они уже могут не работать и они занимаются уже только туризм и причем уже на данном этапе если в прошлом году у них давайте так если пять лет назад у них вообще не было соревнований то в прошлом году у них было 14 регионов 28 команд представлены на велосипедных соревнований за два года пошли деньги а деньги даются не только вот это самое опять же важно введение мастерских званий то есть за каждого мастера платится вот опять же на самом деле мастер мастер спорта это государственная награда это приказ мукор вот и при может быть сейчас конечно этого не сильно интересно но при оформлении пенсии достаточно вот даже должны будем реформации чемпион россии грамот чемпиона россии подписан мутко вы можете уже претендовать на какую-то там супер пенсии больше не важно что министр подписал грамоту вот есть документ что я сейчас там знаете там дарю грамот из книги другом нехто много вот на самом ну конечно то что дается пока там федерации но чемпионаты россии то есть любая грамот подписанная министром это наградной приказ министр без наградного приказа не подписывается точно так же как если вот вы знаете там до кмс а присваивают органы власти местные мастера смор мастера спорта и судью всероссийской категории присваивают только министр это это тоже деньги потом еще остановимся немножко у нас будет еще один документ когда мы разберемся здесь также вот что хочется отметить вот вы были на соревнованиях в дистанциях прописан есть такой формы одежды и требованиях снаряжения вот прописано все совещание с представителями команд то что вы понимаете да все собираются на обрезок нашу палатку все дружной командой вот здесь прописано что вы не должны то есть я имею право у вас вот на основании вот этого документа только одного представителя команды все все остальные не мешают также ну заявление протеста и все в общем контрольное время жеребьевка формы одежды порядок старта порядок финиш но это собственно говоря уже то что мы в этом документе у нас методика судейства слилась в один то что в маршрутах это вынесено в один документ порядок старт основные принципы определения результатов в обеспечении безопасности ну и так далее также хочу еще раз обратить ваше внимание потому что несут все что бог не положил здесь есть типовые формы как типовая форма предварительной заявки это на маршрут и такая же есть и на дистанции она есть здесь соответственно печень специального снаряжения личного группового и так далее еще раз типовая форма отчета здесь четко прописано включая титульный лист он должен быть таким как прописан в правилах а не так как вам хочется я конечно понимаю сейчас подожди минуту что самое простое это взять мой отчет по крыму за 2001 год и с него скатать ну поймите когда правила были другие это не значит что мой отчет был на то время неправильно сейчас новые правила в этом вам конечно нет не стоит брать вы можете брать но мой отчет но он вам будет интересен потому что он как рыбы не подойдет вот здесь все есть образец титульного листа и на основании именно так нужно делать они как вам хочется по дистанции отчет пишется как осудили вами не пишется здесь я про машине нет по дистанциям вывест дистанции выступаете как спортсмены судьи когда вы станете судьями вот когда вы выучите наизусть вот эти два документа в общем короче чтобы стать не нужно знать и все все 11 11 документов один вот мы сейчас дошли до 9 да вот мы можем сказать что уже до 10 вот но вы должны все знать потому что тест тест как угарить список и несколько правильных ответов я вам скажу так 30 вопросов 15 минут разрешают пользоваться всеми бумажками первого раза не сдает никто причем допускается нужно не на все правильно ответить как ангаре 10 вопросов а из 30 на 25 нужно правильно ответить с первым разом не сдает никто как это то есть я как когда они составляли эти тесты даже не укладываешь что некоторые вопросы можно не знаете такое бывает может быть средством все вот так же здесь протокол комиссии по допуску но это вам сейчас неважно посмотреть можно но вот форму заявки на дистанции ну и еще еще у нас один документ который 10 это регламент по дистанции это тоже уже наш документ и утверждается он также президиум нашей федерации это наш внутренний документ также как и регламент по маршрутам эти документы не интересуют минспорта они могут спросить в качестве информации но они их не утверждают их утверждают наш президиум нашей федерации который действует на основании устава и соответствии с этим уставом вот понятно да есть по этим документам пока мы не пришли к следующим феста я президиум федерации то есть два верхних закона у нас понятно это федеральные законы потом четыре документа которые утверждаются министром вот два из которых не касаются нас а касаются нас касается но только в сумме со всеми остальными видами спорта и 2 как который касается как у нас они далее утверждаются министром рекламенты утверждаются президиум нашей федерации так ну давайте перейдем еще к одному документу смешному что ну на самом деле он конечно не играет образно говоря для вас такой сильной роли но но прочитать его надо просто прочитать как так сказать интересную книжку о чем он говорит и как улучшить начало до конца это у нас получается один документ называется он как программа развития спортивного туризма в россии программа развития там сейчас я скажу больше ста листов нет здесь на самом деле программа программа развития спортивного туризма она у нас написано на 2011 на два четырехлетних цикла получается 2018 года вот что здесь где-то значит в ней присутствует анализ состоянии перспективы развития спортивного туризма в российской федерации и мире понятно что это такое поездки за границу и мире нет развития спортивного туризма то есть на данном этапе вы все понимаете что спортивным туризмом спортивным туризмом у нас занимается только страны последнее время и гораздо меньше сузился этот круг то есть у нас россия украина узбекистан таджикистан казахстан украины назло украина вот это те которые как сказать принимают участие во всех действиях нашей международной федерации от них поступают заявки на международные соревнования они проводят международные соревнования их не команды выступают на международных соревнований вот все остальное ушло давным-давно еще так скажем на заре развитием туризма очень сильные команды это не говорит о том что других нет у нас на самом деле международная федерация на гораздо больше на заре развития очень сильный очень сильный у туристов по маршрутам проводилась при балтике там собирались сотни команд но он сейчас к сожалению спали в связи с политикой возможно они не хотят заниматься хотя федерация не ступили страны прибавки они вот это что говорится развитие в мире как вот добиться того что сейчас у нас монголия хотя она не просто активно начали в монголии проводиться по маршрутам и по дистанциям соревнований именно с просьбой нашей федерации есть пути и об этих путях вы можете почитать вот здесь китайцы наверно очень хотят монголия практически было 16 республика китай и там многие наши и учились и работали многие монголы здесь работали хотя как бы проблем развития вы прочитаете мы сейчас будем читать 97 листов у вас не останется время по вашим чудным маршрутам поговорить ребятами если заявиться на средствах передвижения на собак это регламентируется регламентом средства передвижения у нас есть автомота вело и все остальное собаке и кони и все это в одну пожилой гормон и трансляния нас три направления три регламента но значит регламент утвержден пока только у нас вот можно на собаку но есть кстати есть есть отчеты на овенях есть отчеты на собак но это единичный их судить вместе нельзя великих вместе нельзя поэтому корну нет поэтому это в дистанциях этого нет есть только в машинке вот в маршрутах это они должны организовать не просто восемь упряжек а восемь команд предыдущих пусть даже по одному маршруту но ставим руководителем с группой все подположено в соответствии с наш с ихним регламентом и в соответствии с правилами видоспорта так ладно давайте продолжим вот потом здесь характеристика проблем обоснование необходимости решения проблем цели и задачи программы ожидаемые результаты ну понятно 97 страниц о том как бы было классно если бы было только вот финансовое обеспечение виды спорта спортивный тулизм и его экономический потенциал читает может быть он понравится в общем этот документ тоже стоит прочитать хотя бы для информации вот ну и последний документ который такой что мне сказать последний 12 я специально ставил на сладкое ну вот учишь ваше учишь и как учишь ваше учишь положение я жду а а На этом документе тоже хочу остановиться немножко поподробнее. Значит, ну, здесь вам, наверное, уже многое знакомо, что в этом документе присутствует. Значит, во-первых, регламентируется вся деятельность инструкторов. Также, кто может быть инструктором, то есть, кто, ну, давайте я вам прям по порядку зачитаю. Общие принципы и требования, предъявляемые при подготовке кадров. Организация и проведение учебных мероприятий. То есть, это вот то, что наше действие регламентируется. Дальше. Порядок присвоения и аттестации туристских кадров. То есть, собственно говоря, не только я, как инструктор, и там являюсь, так сказать, кадром спортивного туризма. Вы также кадры спортивного туризма. Выходя из школы, вы получаете диплом об окончании. Вы являетесь кем? Участниками и руководителями спортивных походов. Даже закончив базовую школу, вы могли получить звание инструктора-проводника в спортивном туризме. Не инструктора, а инструктора-проводника. Что такое инструктор-проводник? Это коммерческие туры. Этот документ здесь отдельной графой введено в положение о статусе инструктора-проводника спортивного туризма в Российской Федерации. В принципе, если взять некоторые фирмы, довольно известные, которые делают коммерческие туры, если у них будет несчастный случай, их всех посадят навсегда. Потому что по закону они не имеют права этим заниматься. Они не имеют права ввести группу. Они могут продавать только туры. А ввести группу они не имеют права. Причем требования к руководителю группы, к инструктору-проводнику в спортивном туре гораздо выше, чем в спортивном походе. Если в спортивный поход вы можете ввести группу, то есть имея опыт участия в данной категории и руководство в низкой категории, вы можете идти в любой спортивный поход в соответствующей категории. То есть здесь, прежде чем руководить, допустим, спортивным трудом, в вашем случае третьей категории сложности, вы должны на этом же маршруте, не просто на тройке какой-то там Урал, Крым, а именно на этом же маршруте отработать в качестве участника. Все это регламентируется положением системы подготовки туристов. Что у нас еще есть, кроме... Здесь еще четко прописано, какие требования предъявляются послушателям школ и инструкторам преподавательным составом. То есть кто может работать в школе СУ, кто может быть начальником школы СУ, кто может быть слушателем, кто может быть стажером. Это все регламентируется вот этим документом. И если мы там иногда кому-то отказываем в поступлении в школу более высокого уровня, то в соответствии только с этим документом. Также в соответствии с этим же документом мы можем вас очистить. Только что, не просто потому что нам кто-то не понравился, а вот пункт такой-то, такой-то, такой-то отчислить. Понятно, да? Только, соответственно, потому что мы действуем в соответствии с документами. Ясно. Еще у нас есть одно направление в туризме. Ну, то есть мы сейчас с вами говорили про инструкторов, инструкторов-проводников, это коммерческое. И есть еще одно направление. Это спортивные тренеры. В принципе, каждый руководитель является тренером своей команды. Здесь же прописано в этом документе, как вы можете получить тренерскую категорию. Ну, формально, сейчас точно не скажу, но два мастера, по-моему, два или три мастера спорта, это заслуженный тренер. Помните, о чем я говорю? А заслуженный тренер, это уже очень высокая зарплата. Очень высокая. Поэтому, ребята, прочитайте этот документ, он тоже будет вам интересен. Что еще здесь есть? То есть положение статусе тренера, положение статусе инструктора-проводника, положение межвидовой комиссии по подготовке кадров. Ну, межвидовой комиссии, это, собственно говоря, понимаете, что велосипедная школа, она немножко отличается от гордой силы своей специфики. Дальше, дальше, в этом же документе есть куча бланков, документов, которые также вам необходимо посмотреть и знать. Это представление названия. Вдруг пригодится. Диплом об окончании, ну, это вам выдают, ну, потом, может быть, когда вы закончите школу СУ и там через какое-то время пойдете на 100-100-100 лет, будете сидеть в своей комнате, вот, вам уже нужно будет оформлять свои документы. Справка о работе в школу, учетная карточка, справка о сдаче экстрената. Все это здесь есть. Также, в МГМ, кстати, офигительно большой. Открою вам маленькую тайну. Значит, в этом документе есть примерные программы вашего курса. Для экстерна? А? Для того, чтобы закончить школу экстерна? Да нет, даже не для того, чтобы экстерна. Мы уже пропустили лекцию. Это, собственно говоря, там планы лекции уже есть. То есть то, что вам рассказывают, читают, планы лекции, они уже есть. Мелко, ну, то есть небольшой, то есть там на каждую тему 5-10. И вот такие вот списки литературы, которые вам, собственно говоря, мы даем, но там они уже есть. Это уже все собрано и готово. Значит, единственный недостаток данного документа, потому что, ну, если бы они это все делали на основании всех документов, то есть вело, лыжных, там, в городе, ну, ну, это получилось бы просто необъемно. Ну, и здесь вот эти все программы, они типовая программа с уклоном в лыжную сторону. Так как у нас председатель кадровой комиссии в России лыжник, поэтому это, я не хочу несколько сказать, что он это сделал. Просто у него были готовые наработки и делать их для за нас. Я вам скажу так, что просто у нас есть свои. Они тоже так же выреждены кадровой комиссии. Примерные планы. Они немногим отличаются. Немногим. Вот. Ну, все-таки они имеют отличие. Потому что основные, ну, вы помните, да, привалы и ночлеги, они что в горах, что в лыжах, что в вело. Начали мы все равно в палатках, в лесах требуем безопасности одинаковых. Отличия ведутся только вот то, что лыжники мыться не могут месяцами. Они там рассказывают, как ваткой себя помыть при минус 50. Там мы вам рассказываем, как велосипед подчинить. Понятно, да? Ну, есть какие-то нюансы, но основные они все хорошо совпадают. И взяв эту программу, допустим, для вашего уровня, и там по всем уровням, по всем уровням, не только вот, то есть начиная начальной, базовой, специализированный, высший, по всем уровням, и там все время, все время увеличиваются, увеличиваются часы, материалы, список используемой литературы, это все увеличивается. Вот, и на основании этого вы можете как бы уже заранее посмотреть, удивить экзаменатором. Вот, ну, это хорошая, это таки шпаргалка при сдаче экзаменов. По крайней мере, там будет 10 строчек, которые вы можете немножко налить воды и наплести неопытному инструктору уши. Я не рекомендую. Ясно? Ну, вот, собственно говоря, и все документы, которыми мы пользуемся, спортивным туризмом. Ну, как я говорю, уже есть некоторые нормативные акты, но это можно бесконечно. Они все вывешиваются на сайте федерации, когда им не лень. Ну, собственно говоря, нас они не сильно волнуются. То есть, вот эти 12 документов, которые вам нужно для информации прочитать, внимательно изучить регламент маршруты, регламент дистанции и высоко. Ну, то есть, за что вы получаете разряды? Ну, собственно говоря, все... А, ну и правила. Правила, это, конечно же, уже стерлишь правила? А, не стерлишь. Нет, стерлишь правила. То есть, это основное.